Раздел 10. Охрана труда. Глава 33. Общие положения. Статья 209. Основные понятия. Безопасные условия труда. Словия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровень их воздействия не превышает установленных нормативов. Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя Средства индивидуальной и коллективной защиты работников Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения Сертификат соответствия организации работ по охране труда Документ, соответствующий в соответствии проводимых работодателям работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда Производственная деятельность, совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительства, оказания различных видов услуг Требования охраны труда, государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда Государственная экспертиза условий труда, оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда Аттестация рабочих мест по условиям труда, оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и или опасных производственных факторов И осуществление мероприятий по проведению условий труда в соответствии с государственным нормативным требованиям охраны труда Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Стандарты безопасности труда, правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда. Сфере 210. Основные направления государственной политики в области охраны труда. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, принятие и реализации федеральных законов и иных нормативно-правовых актов субъектов РФ в области охраны труда, а также федеральных, целевых, ведомственных, целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда. Государственное управление охраной труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда. Государственная экспертиза условий труда. Установление порядка проведения тестации рабочих мест по условиям труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованием охраны труда. Также основным направлением государственной политики в области охраны труда является содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда, профилактика несчастных случаев и повреждение здоровья работников, расследование и учет несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. Защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. Встановление компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. Координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и других видов экономической и социальной деятельности. Распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда Также основным направлением государственной политики в области охраны труда является участие государства Финансирование мероприятий по охране труда, подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалификации Организация государственной статистической отчетности об условиях труда Также о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях Обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда Международное сотрудничество в области охраны труда Проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных условий труда Разработку и внедрение безопасных техники и технологий Производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников Установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты А также санитарно-ботовыми помещениями и устройствами и лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда Обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти РФ Органов государственной власти субъектов РФ И органов местного самоуправления, работодателей, объединения работодателей А также профессиональных союзов, их объединений И иных уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда Глава 34. Требования охраны труда Сыча 211. Государственные нормативные требования охраны труда Государственными нормативными требованиями охраны труда Содержащимися в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах РФ Восстанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы Направленные на сохранение жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности Государственные нормативные требования охраны труда Обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда. Порядок разработки. Утверждение и изменение подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, устанавливается правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Татья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудовании и осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия с установленным законодательством РФ о техническом регулировании порядки средств индивидуальной и коллективной защиты работников. Соответствующие требования охраны труда и условия труда на каждом рабочем месте. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия и установлено законодательством РФ о техническом регулировании порядки, в соответствии с установленными нормами работников, занятым на работах средными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обучение безопасным методом и приемом выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшей на производстве, проведения инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда. Также работодатели обязаны недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучения и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, организацию контроля за соблюдением, за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда. Также работодатели обязаны обеспечить в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иным нормативно-правовыми актами, содержащими норму трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных при поступлении на работу и периодически в течение трудовой деятельности медицинских осмотров, обследование работников, неочередных медицинских осмотров обследований, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам и в соответствии с медицинскими рекомендациями, сохранением за ними места работы, должности и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров обследований, недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров обследований, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. Также работодатель обязан обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. Представление федеральным органам исполнительного власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительного власти, полномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих норму трудового права, Другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору установленной в сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. Расследование и учет в установленном настоящим кодексом, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ в порядке несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. Также работодатель обязан обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля органов исполнительной власти, субъектов РФ в области охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. 1. Выполнение предписаний должностных лиц, федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля и рассмотрения представлений органов общественного контроля, восстановленных настоящим кодексом иным федеральным законом сроки. 2. Обязательно социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 3. Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 4. Разработка и утверждение правил инструкции по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного полномоченного работниками органа в порядке, установленном в статье 372 настоящего кодекса, для принятия локальных нормативных актов, наличия комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 4. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 5. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, в том числе на подземных работах, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодически для лиц в возрасте до 2021 года ежегодные медицинские осмотры, обследования. 6. Для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 7. В соответствии с медицинскими рекомендациями, указанные работники проходят неочередные медицинские осмотры, обследования. 8. Работники организации пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, а также некоторых других работодателей, проходят указанные медицинские осмотры и обследования в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 9. Вредные и или опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные периодические медицинские осмотры, обследования и порядок их проведения, определяются нормативными правовыми актами, утверждаемыми в порядке, установленным уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 10. В случае необходимости по решению органов местного самоправления у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению обязательных медицинских осмотров, обследований. 11. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанные с источниками повышенной опасности, с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет, в порядке, устанавливаемым уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 11. Предусмотрена настоящая статья «Медицинские осмотры, обследования и психиатрические освидетельствования» осуществляется за счет средств работодателя. 11. Обязанности работника в области охраны труда. 12. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания, отравления. 13. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодически в течение трудовой деятельности медицинские осмотры, обследования, а также проходить внеочередные медицинские осмотры, обследования по направлению работодателя в случае предусмотрения настоящим кодексом иными федеральными законами. 14. Соответствие производственных объектов и продукции государственным нормативным требованиям охраны труда. 15. Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, машин, механизмов, другого производственного оборудования, технологических процессов должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. 16. Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию соответствия или сертификацию соответствия. 17. Запрещается техническое переснащение производственных объектов производства и внедрение новой техники, внедрение новых технологий без заключения государственной экспертизы условий труда о соответствии проектов технического переснащения производственных объектов производства и внедрение новой техники, внедрение новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда. Оценка соответствия проекту строительства, реконструкции, капитального ремонта производственных объектов требований охраны труда осуществляется путем проведения государственной экспертизы, проектной документации и осуществления государственного строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть приняты в эксплуатацию без заключения соответствующих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. Запрещается применение в производстве вредных или опасных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых не разработаны методики и средства метрологического контроля и токсикологическая, санитарно-гигиеническая, медико-медиологическая оценка которых не проводилась. В случае использования новых или не применявшихся у работодателя ранее вредных или опасных веществ, он обязан для начала использования указанных веществ разработать и согласовать с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, меры по сохранению жизни и здоровья работников.